всем привет с вами юные садоводы вот и сегодня у нас обзор фиников давайте посмотрим очень много комментариев по поводу фиников и вопросов с вашей стороны в частности вы спрашиваете будет ли давать у нас там юный садоводик спрятался вот юный садоводик скажи привет и в частности вы спрашиваете по поводу того будут ли давать плоды финиковой пальмы нету корня да и вот давайте разберем этот вопрос финиковые пальмы они растут в очень теплых местах корни их могут достигать около 40 метров и соответственно длина у них тоже от 10 метров и в таком состоянии они действительно дают плоды что же происходит у нас у нас здесь в комнате высота ограничена то есть потолок у нас в максимум два метра из внутри метра два с половиной до в общем они два метра два с половиной минимум вот внутри два метра и соответственно пальма не может больше высоты потолка поэтому она не достигает не может достичь своих натуральных размеров соответственно плоды она тоже не дает и в течение 10 лет пальма растет прежде чем давать плоды и соответственно и финиковые пальмы выращены из косточки они дома носят декоративную функцию вот давайте посмотрим какие же финиковые пальмы проросли из косточек которые мы с вами проращивали на видео вот они красавцы посмотрите давайте начнем сразу с нашего правильной поставки это посаженные финиковые косточки в глубокий горшочек почему да не может опрятаться потому что как я уже сказала в природе корни достигает очень больших размеров они в пустынных местах растут и ищут в воду поэтому и здесь горшочек был глубокий наша пальма была посажена в глубокий горшочек поэтому и время посадки была весна и она стояла на солнышке все лето посмотрите вот этим росточком этим росточком всего лишь три месяца и давайте сравним их с росточками которые были посажены допустим ранее вот это ранее ранее посадка посмотрите какая разница листочек здесь широкий а здесь тоненький и узкий да дает второй листик здесь тоже второй листик дает но ведь и этим фиником в этом горшочке в маленьком горшочке им уже год этим всего лишь 4 месяца то есть соответственно это пальма конечно пойдет дальше в роз и что здесь корнями посмотрите корни до корни вылезли из этого у финика такая особенность что нельзя повреждать корень иначе дерево финиковый пропадет не будет расти дальше поэтому с корнем очень аккуратно корень почему он очень сильный и очень важный потому что в природе он ищет воду и питательные вещества на очень глубоких и больших расстояниях да а вот веточка молодец вот этот это тоже было посажено примерно такое же время но не в глубокий горшочек и вот корешки посмотрите они уже очень пробили дно горшочка если будете пересаживать финики сделайте так чтобы немножко скрутите корни чтобы и длина уменьшилась потому что мы не можем предоставить комнатных вот этот вот этот а вот эти вот маленькие они были вообще посажены очень рано но посмотрите они не выросли соответственно фиником нужен свет нужно глуби нужно глубина ну нужен цвет глубина тепло и полив вот собственно а по поводу земли у нас есть здесь у нас сажали по-разному вот ситуация давайте посмотрим вот в этой экосистеме здесь у нас очень много фиников они были посмотрите какие длинные это самые длинные и за имеющихся у нас до из имеющихся у нас фиников финиковых рост . да длине эти но посмотрите здесь ситуация разная вот эти листики они пошли в длину а вот эти листики они пошли в ширину то есть по ширине на мой взгляд вот эти тоньше эти толще что в этой да вот эти тоже толстые потому что у них много света было но посмотри верочка да вот эти посмотрите то есть вот эти финики они толстые но все равно в длину они меньше чем здесь потому что корни здесь было место корням здесь корням не было нет но возвращаемся к вот этой экосистеме в этой экосистеме а были посажены финиковые косточки да вот просто в обрезанную в обрезанную емкость в емкость без дренажных отверстий внизу был насыпан этот самый перлит потом земля все отлично то есть клиники чувствую себя комфортно но 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 внизу завелась зеленая штука это скорее всего как она мог или что это такое которое конечно потом дальше будет распространяться то есть надо будет и надо ближайшее время их перестать но не везде заметьте опять мог с одной стороны то есть он наверное с юга образуется чуть не везде этот мог был вот ну или смотря как поливался он опять-таки вы спрашиваете по поводу фиников фиников это очень долгосрочная история почему потому что это формируется 1 2 3 листика в течение года но чтобы сформировался ствол да там зеленая как ствол формируется он из этих листиков отмирающихся представляете сколько надо времени да что ты хочешь сказать это зеленая это пьяно да белая да белая превратилась зеленая да ну там мог завелся потом на 5 давайте посмотрим на следующую экосистему вот у нас посажены финиковые косточки посмотрите какие они длинненькие как они активно росли они самые длинные из всех посаженных фиников в горшочке у нас по сравнению по анализу что можно сказать сравниваем эту эту систему и вот эту здесь у нас свет был одинаковый посаженные в одно и то же время но за счет того что здесь корня не так много места но света достаточно они дали в длину в этой же экосистеме экосистеме вот какие длинные да в этой же экосистеме у нас корням был рост была возможность роста и соответственно листики стали чуть толще и но они соответственно чуть короче но хочу сказать хочу сравнить с теми что были посажены гораздо гораздо позже вот например вот в маленькие горшочки тут конечно ситуация похуже и и рост и и толщина а если вот им еще хватало свет а если вот не было это посмотрите даже даже в такой горшок который достаточно глубокий листики очень тонкие но здесь нехватка света происходило давайте посмотрим но финики сажали по-разному финиковые косточки и по одной косточке вот этот самый чашечку и по несколько косточек вот давайте посмотрим какие у нас такой экземпляр такой экземпляр и еще разные экземпляры но вывод такой что самая лучшая посадка это посадка в глубокий горшочек при большой освещенностью и так нет соседней кнопкой давайте посмотрим значит вот вот эти финики посажены в маленький горшочек хоть они были на свету посмотрите корни уже вылезли их придется стаканчик вот этот вот разрезать и напоминаю еще раз главное не повредить финик корни корень финика потому что при повреждении дальше он не будет расти потому что корень финика очень важен он достигает 40 метров ищет там питательные вещества в пустыне воду ищет то есть он идет очень очень длинный и мощный вот юный садоводик пришел покажу и финики которые были посажены ранее тоже вот с одним корешком посмотрите конечно они хуже развиваются сравните вот это год назад были посажены или полгода нет 4 месяца даже 3-4 месяца назад и как я уже говорила это на перспективу на 10 лет то есть листочки которые сейчас формируются они будут как раз чешуйками соответственно чтобы сформировался ствол много-много времени должно пройти а мы будем наблюдать с вами за финиками и анализировать на запеками какие расточки будет активнее развиваться как они будут расти с вами были юные садоводы будьте нажать на кнопку подписаться и колокольчик и тогда уведомление о новом виде будет приходить к вам всего доброго всем пока пока пока